Трейдинг покоится на четырех китах. Всего четыре кита. Эти четыре кита следующие. Первое – это уровни. Вы обязаны понимать уровни. Почему? Потому что уровни вам дадут понимание того, а первое, где вы можете поставить стоп, б направление движения инструмента и цель, где находится текущая цена. То есть, где она была раньше, где находится сейчас. Второе – это энергия. Вы должны понимать эту вещь, что в инструменте обязательно должна быть энергия. Сегодня я вам покажу даже несколько примеров живых, чтобы вы понимали, где в инструменте копятся энергии, почему я когда давал рекомендации, чем я руководствовался, в чистом виде. Третье – это направление движения. Вот это самое тяжелое. Это то, на что у вас идет больше всего времени. Это как правильно определить направление движения и почему. Можно ли этому научиться? Ответ – да. Это не просто какие-то там, как в Одессе говорили «бамушка надвое сказала». То есть, что такое «бамушка надвое сказала»? Это значит, ну, может, в эту сторону пойдет, а может, в эту. Очень многие из вас рисуют уровни и говорят, если мы пойдем ниже этого уровня, мы пойдем вниз, если мы пойдем выше этого уровня – вверх. Неправильно. Если вы начинаете работать, и дальше я вам покажу несколько примеров очень хороших сценариев, вы должны понимать, что инструмент должен смотреться в одну, в какую-то очень сильную сторону. Если вы берете инструменты в разные стороны, то когда инструмент начнет торговаться, когда вы начнете его торговать, у вас не будет четкого определения. Вы же не говорите «я сегодня утром стою, я побегу сначала 100 метров в одну сторону, а потом 200 метров в другую». Нет, вы говорите «я, например, в эту сторону бегу, а потом назад возвращаюсь». А почему вы на машине задом не ездите? Вы же скажете «ну это ненормальное явление, задом по улице ездить на машине». А почему? Почему вы считаете, что можно садиться торговать, не понимая, что вы делаете, и торговать в разные стороны. Если вот сейчас он меня выкинет по ложному пробою, я перевернусь и пойду в обратную сторону. Такое делать нельзя. Иначе это будет против вашего сценария. Вот сценарий. Вот или все записаны на бумажке. Конкретно написано. Видите, не написано. Если туда, то туда. Написан конкретный инструмент, и в какую сторону, скорее всего, он пойдет. И сегодня я вам объясню почему. Третий, как я уже сказал, очень важный фактор, которому надо учиться дольше всего, и мало у кого научиться, кроме Александра Михайловича. Потому что, честно, мало кто может определить направление движения. Я буду прав в 80, а то и в 90 процентах случаях. И вы знаете. Каждый понедельник я делаю обзор на канале «Герчик.Инко». Поэтому, кто еще там не стал нашим подписчиком или нашим клиентом, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Четвертое, это самое простое, это точка входа. Очень многие из вас смотрят на точку входа. Точка входа – это самое простое. Если вы не понимаете, где правильно провести уровень, где и как правильно понять, что накопилась энергия, и третье, самое важное, куда, в какую сторону пойдет инструмент, то точка входа вам абсолютно безразлична. А теперь я вам расскажу пошагово, что вы должны делать и почему должна у вас какая база быть. Дело в том, что очень многие люди, очень многие люди идут просто на демо, будем говорить так, поиграться. Почему без системы на демо не надо играться? Причина предельно проста. Вы должны понимать, к чему вы будете идти. А теперь я вам выстрою матрицу, с чего вы должны начинать. Первое, у вас должны быть определенные базовые вещи. У нас огромное количество информации реализовано, огромное количество информации, которое именно рассказывает о том, как получить базовое элементарное знание, что должно входить в базовое знание. Вы обязательно должны знать, что такое АТР, среднестатистическое движение за единицу времени. Вы должны по каждому инструменту, которому вы торгуете, неважно это акции или это валютные пары, вы должны обязательно понимать, сколько они проходят в день. Потому что, если, например, по евро 60 пунктов у вас АТР, и вы заходите, когда евро прошло 30 пунктов, ваши шансы получить тейк-профит равны приблизительно 10%. Дальше. Если вы заходите прямо возле уровня, то вы получаете самое-самое начало АТРа, среднестатистического движения, и вам будет гораздо легче для того, чтобы поставить стоп. Вы должны знать, в каких ситуациях можно поставить широкий стоп, а в каких ситуациях можно поставить маленький стоп. Представьте, что вы получили какие-то определенные базовые понятия. Как понимать, что вы правильно проводите уровни? Очень хороший пример для домашнего задания. Сядьте за субботу и воскресенье и прохерачьте тысячу уровней. В прямом смысле слова. Тысячу. А теперь я вам расскажу кое-что. Значит, если вы откроете мою книжку, то в моей книжке реализованы очень простые вещи. Там написано, где и как проводить уровни, что является проведением уровней. Паранормальный бар, точка излома тренда, лимитный игрок, уровень послеложного пробоя, ну и куча-куча других. И вот возьмите и начинайте отрисовывать по каждому выделенному вам примеру картинку. Что происходит дальше? Закрывайте обязательно левую сторону. Как учился я, вернее правую сторону. Закрывайте просто правую сторону. То есть берите весь график, делите его на две части и рисуйте по левой стороне. Проводите. Потом просто открываете правую сторону и смотрите, где прошла линия, был ли в правой стороне, было ли подтверждение того, что инструмент действительно пошел возле вашего уровня. Потому что торговля возле уровня дает вам самые безопасные точки входа, самые сильные сигналы и самое важное понимание туда, куда, скорее всего, пойдет рынок. Это очень важный факт. Вот когда вы прорисуете тысячу уровней, а сейчас я вам скажу то, что вам не скажет никто. Вам будут говорить, вы должны сидеть и выбирать вот это, вот это, вот это. Неправильно. Ваше подсознание, оно само выберет. Теперь давайте я расскажу о важных составляющих. Когда вы получили базу, самое главное, с чего вы должны следующее начинать, очень многие начинают писать алгоритм. Это неправильно. Алгоритм — это финальная стадия перед тем, как вы начинаете торговать. Вот это очень важно. Почему? Потому что когда у вас есть алгоритм, вы уже больше ничему не должны учиться. Вы должны брать свой алгоритм и его отрабатывать. Перед тем, как вы начнёте писать алгоритм, вы должны научиться писать сценарий. Вот это очень и очень важно. Что такое сценарий? Это все ваши мысли. Так вот то, что я сказал о подсознании и сознании. Когда вы провели огромное количество уровней, вы должны понимать одну вещь. И вы сейчас поймёте, к чему я всё веду. Я веду к логическому концу. Когда вы провели кучу уровней и увидели, что уровни действительно начинают отрабатывать, вы начинаете писать сценарий. Когда вы написали сценарий, вы смотрите, как сценарий отрабатывает. Если 60-70% сценарий ваших отрабатывают, вы начинаете что делать? Торговать. Вот тогда вы пишете алгоритм. А знаете, почему это всё привело? Я веду это всё к тому, что когда у вас всё это будет, вы не будете ничего бояться. Почему вы боитесь? Начиная не писать сценарий, вы проводите уровень. Потому что когда вы проводите уровень, первое, что вы выясняете, это в какой плоскости находится инструмент. Плоскость у нас всего две. Это лонговая плоскость и шартовая плоскость. Видите, это дневной график, даже если вы сюда посмотрите. Итак, что у нас есть? Мы видим, что инструмент зашёл в лонговую зону и начинает биться в уровень. То есть на дневном графике существует уровень. Это не идеальная картинка, потому что я сейчас покажу следующую картинку. Это не идеальная картинка, это просто хорошая картинка. И видите, дальше человек полностью описывает. То есть он описывает себе, что уровень 5.7.3.0 – это зеркальный уровень. Очень важно, какой уровень. Потому что у уровней есть своя градация. Например, если более сильные уровни, менее сильное уровень. Итак, видите, что происходит в данной ситуации. Чётко и ясно выражен уровень. Не забывайте ещё очень большой плюс. Этот уровень находится на круглой цифре. На круглой цифре. Видите? На круглой цифре. Это очень важно. Почему обычно круглые цифры – это уровни, на которых происходит опционная торговля. Поэтому круглые цифры сами по себе очень важны. 5.800, 5.900, 5.850. Видите, дальше идёт расчёт. Где находится стоп, где находится ТВХ, где находится тейк, где находится люфт, где стоп-слос, тейк-профит. Многие из вас, наверное, не знают, что это такое ещё. Для этого нужно учиться. Для этого нужно учиться. И дальше, видите, что написано. Человек пишет себе, почему он думает, почему этот инструмент пойдёт наверх. Во-первых, не надо бояться быть неправым. Это абсолютно нормальное явление – быть неправым. Убыточная сделка – это неотъемлемая часть прибыльной. Видите, что происходит? Он пишет, направление движения лонг. Почему? Потому что был ближний ретест. Что такое ближний ретест? Это когда инструмент идёт в ту же точку, в которой он был недавно. То есть, если ближний ретест в течение недели, это значит, что инструмент пойдёт вверх. Это значит, что в инструменте нет продавцов. Но, опять же, и в книжках, и в нашем курсе, и перезагрузке. Всё это есть. Дальше, вы видите, вот сценарий написано. Ждём ложного пробоя, по расчётам заходим в лонг. То есть, человек себе описал всё. Поэтому, в первую очередь, всё, что вы делаете, вы описываете сценарий. Для того, чтобы убрать человеческий фактор. Мы сейчас подойдём к тому, что, когда у вас всё будет прописано на бумаге, у вас не будет никакого страха. Потому что страх — это непонимание ситуации текущей или непонимание будущей ситуации. Когда вы будете смотреть вот эти картинки, вы будете понимать, почему инструмент пошёл или почему нет. Почему? Когда вы открываете сценарий, вы потом можете его пересмотреть и посмотреть, была ли ваша сделка сделана по сценарию или не по сценарию. Понимаешь теперь? Конечно. Молоток. То есть, что происходит? Тогда мы будем понимать, где мы сделали ошибки, чему мы учимся, что такое трейдинг. Трейдинг — это задача прийти к тому, чтобы вы понимали. У вас есть такой большой круг. И вы из этого круга начинаете вычленять ненужные вещи. Что такое ненужные вещи? Ошибки. И чтобы не повторять ошибки, вы должны сначала сделать сценарий, а потом отработать в соответствии со сценарием. Если вы не работаете со сценарием, если вы не работаете со сценарием, то вы никогда в жизни не сможете понимать, где у вас проблемы. А теперь я вам расскажу один маленький секрет по поводу подсознания. Не пытайтесь заставить себя что-то понимать. Ваше подсознание само поймёт. Что это значит? Когда вы будете делать кучу графиков, кучу линий вы отрисуете, ваше подсознание начнёт само запоминать. Так же и с точкой входа. И не просто с точкой входа, а также с стилем торговли. Многие говорят, я хочу торговать пробой, а вдруг твоё подсознание не воспримет пробой. А другой скажет, я хочу торговать ложный пробой, а вдруг ваше подсознание не воспримет ложный пробой. То есть что это значит? Ваше подсознание вас выведет само на вот эти истоки, которые оно понимает. Очень важно. Очень важно. И сейчас я вам просто покажу определённые вещи. Сейчас я вам покажу. Вот ещё раз смотрите. Видите? Направление движения в ломб. Почему? Потому что, видите, инструмент зашёл обратно в ломбовый зон. И та, и другая картинка, они абсолютно идентичны. Единственное, что точка входа другая. И другой заход. Но картинка абсолютно идентична. Почему? Видите, что вы смотрите? Вот написал. Направление движения ломб. После 25 дней роста образуется уровень 1520. Видите? Вот точка излома тренда. И у нас идёт откат. Сценарий. Моё видение движения вверх продолжится на 5 минут, как ставит ДВХ, согласно расчёту. У этого человека 65% положительных сделок. Это мой студент. 65% положительных сделок. Практические советы. Первое. Если в инструменте нечего торговать, вы не торгуете. Посмотрите внимательно. Инструмент стоит в рейнже. Рейндж очень маленький. 100 пунктов. Ничего не вымутите. Посмотрите внимательно. Перейдите на часовый график. Да? Вот это вот движение, это всего один АТР. Поймать это движение было практически нереально. Практически нереально. Дальше. Поэтому, если вы видите, что инструмент никуда не идёт, ничего не делайте. Дальше. Идём дальше. Давайте посмотрим, что смотрится хорошо. Австралийский доллар. Да? Смотрите. Шеф давал австралийский доллар к покупке 0.64. Вот. Можно было заработать 100 пунктов. Вот. Идём дальше. Плюс не забывайте, смотрите, вот ещё огромный список акций. Посмотрите. Сидите и торгуйте. Жень, когда останется 2 минуты, скажешь мне, я сделаю заключительное резюме. Видите? Пожалуйста. Взяли, открыли, посмотрели. Любой инструмент. Всё двигается. Идём дальше. Швейцарский франк. Ничего никуда не идёт. Вот это основная проблема. Не надо торговать, когда не надо торговать. Это основные вещи. Так вот. Если вы посмотрите, когда инструмент никуда не идёт, у него нет никакой картинки, то лучше эту картинку не торговать. Видите? Очень хорошо смотрится турецкая лира. И вот так вот всё, что вы делаете, идёте инструмент за инструментом до тех пор, до тех пор, пока вы не увидите картинку, которая вам понятна. Вот кто-то, например, мог торговать там ложной пробой. То есть вы должны идти и смотреть ваши инструменты. Неважно, что вы сегодня торгуете. Золото, рубль-доллар, вот эфир, я говорил, что эфир пойдёт, биткоин или ещё какой-то инструмент. Абсолютно неважно. Теперь давайте сейчас, я понял, буду закругляться по этому поводу и перейдём к вопросу. Значит, первое. Смотрите внимательно. Обязательно вы должны все иметь сценарий. Без сценариев не садитесь торговать. Сценарий должен быть обязательно описан, написан правильно, описан красиво и самое главное, описан чётко. Нельзя ставить то или и другое. Герч и Кинко торгуются с любой точки земли, кроме Соединённых Штатов, Канады и Японии. И, по-моему, Ирана. Страны, которые в списке, которые мы не имеем права, не можем. Мы сейчас не будем валютной парой смотреть. GBP и ZAR сегодня тема абсолютно по-другому. Когда вы напишете сценарий, поверьте мне, ваша жизнь станет совсем другой. Вы уберёте человеческий фактор. У нас на канале Герч и Кинко огромное количество видео есть. Огромное количество видео, которые вы можете просмотреть и понимать, как правильно писать сценарий. Ничего в этом суперсложного нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok